Здравствуйте, дорогие друзья! Извояние богов их сожгите, это мерзость для бога. Речь идет здесь о чем, в нашей недельной главе, о идолопоклонстве. Идолопоклонство – один из трех тяжелейших грехов по Торе, которые, согласно ее законами, караются смертной казнью. Интересно, что мудрецы приравнивают к идолопоклонству еще одну порочную, хотя, кажется, с первого взгляда не такую страшную эмоцию, как что? Гнев. Гнев. Обратите внимание, ни злоба, ни зависть, а именно гнев. Почему? Что общего между идолопоклонства и гнева? Представьте себе, что вы служите придворным в королевском дворце. Вот вы торжественно шествуете в свите монарха, и вдруг один из ваших коллег наступает вам так больно, знаете, на ногу. Вы ждете извинений, а вместо этого он кривляется, строит рожи вам. Что вы будете делать? Вы схватите его за грудь, начнете кричать, устроится скандал. Нет. Почему? Присутствие короля и священный трепет перед его, так сказать, величеством, перед твоей миссией не дадут разгореться праведному гневу. К тому же любая несдержанность может стоить вам головы. Вы моментально проглотите обиду и пойдете дальше. Так вот, весь мир, говорят мудрецы, это гигантский дворец, в котором безраздельно царствует царь царей. В этом дворце тоже существует свой кодекс поведения. Человек гневливый, как бы отрицает этот факт, для него нет дворца и нет царя. Если он боится царя земного, то как же надо бояться царя небесного? Каждое явление нашего физического мира отражается в духовных сферах. Гнев сравнивается с огнем. Гнев пожирает человека, как бурное пламя. Когда мы гневаемся, знаете, у нас загорает, горит лицо, сверкают глаза. Гнев сжигает до тла. Написано, что если мы видели, какой колоссальный ущерб в духовном мире производит гнев, мы просто этого не видим, мы бы вообще бежали от него. Иногда в жизни бывает такое, что нам показывают прямую связь между духовным грехом и физическим. Эта история достаточно известна. В американском штате Колорадо произошел катастрофический пожар, который уничтожил сотни диктаров прекрасных лесных угодий. Виновницей пожара оказалась работница местного лесничества. Будучи при исполнении служебных обязанностей, она достала письмо, полученное от бывшего мужа, прочла его и в гневе подожгла и бросила. И пошла себе. Через три минуты, когда она повернулась, было поздно, все уже пылало. Когда мы зажигаем пламя нашего гнева, нам бывает очень трудно, иногда невозможно погасить его. Если одна вспышка ярости сожгла полштата, страшно себе представить, какие опустошительные пожары, зажженные гневом, губят духовные миры. А что, собственно, побуждает нас гневаться? Мы реагируем на то, что нас окружает, и вот нам кажется, что все несправедливо, все неправильно. Всегда в центре любой ситуации находится я, наше я. Корень гнева скрыт, где написаны мудрецы в эгоизме. Человеку возникли у него неприятности, его обидели, или ему кажется что-то несправедливостью по отношению к нему, либо какой-то жестокой случайностью. Все потому, что он думает, что именно его представление о справедливости, это что хорошо, что правильно, верно и надежно. Именно его понимание мира, именно то, как он считает, должно происходить, должно быть единственное правильное. В частности, причина, пишут мудрецы, когда человек сталкивается даже с обидой, могут быть совершенно разными. Может быть, мы сами кого-то обидели, это возвращается нам в качестве бумеранга. Могут другие причины еще быть, может это какое-то искупление, но в любом случае случайного нет. Всевышний создал мир по принципу мира за мир. Если какая-то причина происшедшего существует, она в голове у Всевышнего, у нас нет. Она открыта ему, а мы только должны помнить, что если случится нечто такое, что нам не нравится, то это не случайно, нам это положено. Поняв, что все происходит от него, мы можем научиться реагировать на ситуацию иначе. Но тот, кто гневается, тем самым как бы заявляет, что он не согласен с происходящим, что Всевышний, по его мнению, неправильно управляет этим миром, или вообще не управляет. Поэтому тот, кто гневается, называется, поклоняется идолу. Знаете, короткую историю расскажу. Зашел какой-то человек в ресторан, и вот он видит, у стойки сидит какой-то, ему не нравится этот человек. Он подошел в стойки, достает кошелек и демонстративно кричит, официант, всем выпивку в этом ресторане, кроме вот этого человека. Официант взял деньги, разнес всем выпивку, кроме этого чека. Однако, вместо того, чтобы почувствовать себя неловко, этот человек просто вот смотрит и улыбается. Тот говорит, ладно, сейчас я его уведу из себя. Зовет официант, официант, всем еду в этом ресторане, всем, кроме вот этого. Опять официант всем разнес, этот улыбается, еще он нанес, посмотрел так пристально, он говорит, благодарю. Ну, тот вообще разорился, прямо как его трусит, что-то не так. Зовет официанта. Говорит, так что, сумасшедший, вообще не реагирует. Нет, он владелец этого ресторана. Это такая шуточная маленькая притча о том, что каждый раз, когда мы пытаемся вызвать гнев, или сами гневаемся. Что-то тут не так происходит. Вообще, держитесь подальше от гнева. Он причиняет боль только вам. Если вы правы, тогда вам не нужно злиться. А если вы ошибаетесь, то вы не имеете никакого права сердиться. Гнев – это временное сумасшествие, написали наши мудрецы. Вот это надо запомнить и повторять. Брахавы от слыха.